На этой территории, которая вот за мной, находились русские бани. А значит, в эти бани я ходил с конца 70-х годов. Общественную баню в центре города сравняли с землей. А вместе с ней ушла эпоха душевного досуга, ностальгирует житель Барнаула Александр Политаев. Он десятилетиями ходил сюда помыться, встретиться с друзьями, отдохнуть. Здесь был определенный ритуал. Ну, пенсионеры собирались, парились, беседовали. Дедушки, которые здесь были, они передавали вот этот опыт, как пар подготовить, как париться. Все это передавалось из поколения в поколение. Из поколения в поколение банной традиции больше не передать, сетуют жители. А ведь банная история Барнаула зародилась вместе с историей самого города, рассказывает краевед Данил Дегтярев. В конце 19 века появились общественные или иначе торговые бани. Одна из них была на месте этих руин на улице Никитина. Просуществовало почти полтора века, до 2010 года. А сейчас мы видим только остатки этого крупного банного комплекса, так называемых Никитинских бань. В советское время количество бань возрастало, потому что росло население города. Многие переселились в многоэтажные жилые дома, а, конечно, до собственной ванны и душа еще не доросли. Поэтому ходили в бани. Сегодня в каждой квартире есть ванная комната, поэтому и потребность в банях на первый взгляд исчезла. Но на самом деле немало барнаульцев мечтают попариться в общественной бане. Например, гущинские бани – это на другом конце города. Допустим, если есть свой личный транспорт, я могу туда съездить. Но, опять же, вот по тому, насколько они, бани, востребованы, это говорит очереди. Там в субботу, воскресенье можно часа два сидеть в очереди, чтобы помыться. Кстати, последняя народная баня на Союза Республику шла с торгов. Что будет на ее месте, пока непонятно, но жители уверены – очередной жилой гигант. Откроются в ближайшее время в городе новые доступные банные комплексы. Эксперты в этом сильно сомневаются. Век рыночной экономики доступному досугу места нет. Все преждемуниципальные бани отданы в частные руки. А между тем, приятный и полезный для здоровья досуг, который берет свое начало со времен Древнего Рима, не теряет народного спроса. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком.